милые девушки дорогие дамы пукаете значит живете это факт звуковое сопровождение во время интимного таинства в виде хрюкающих холюпающих чавкающих шлепающих с удовольствием и вкусом чмокающих эффектов означает что вы чувствуете проживаете удовольствие здесь и сейчас и даете партнеру обратную связь в сети можно найти много лайфхаков как избежать пуков например чередовать глубокие мелкие толчки чтобы меньше нагнетать пестиком воздух в тычинки использовать любрикан чтобы больше скользила чем тормозила качать интимные мышцы зарядкой кегеля кегель дело хорошее потому что вы можете этим заниматься регулярно на протяжении жизни не думая об этом сильно во время секса а вот все остальные приемы вызывают сомнения ведь если во время полового акта вы вместо фокусинга на ощущениях начнете контролировать процесс шумового оформления то скоро потеряете качество чувственных переживаний хотя и выиграете в стерильной тишине поэтому не стоит скрывать свои ощущения их проявления если нежданчик вылетает во время секса не останавливайте его используйте этот момент как пикантную приправу к основному блюду дорогой когда ты во мне я не могу не хрюкать от удовольствия мое влагалище признается тебе в любви отдельно от меня вот до чего дошло и о да о йо ты во мне эхо вторит звуком пуком но если сжаться поплотней то можно и оргазм профукать какие еще бывают неловкие моменты если честно я готова предложить классификацию физиологические моменты психологические и комедия положений так поехали физиологические моменты пуки мы разобрали недержание мочи всегда можно отшутиться что наконец ты дорогой впервые в моей жизни высек струю сквирта а я никогда не верила что женская экуляция существует рвотный рефлекс на оральных ласках девушки у кого это бывает не пейте алкоголь на свидании а если алкоголь не причем то используйте помощь руками в виде ограничителя и дополнительной стимуляции во время оральных ласк партнеру кровь если вдруг месячные наступили после активного секса не кстати и партнер с интересом рассматривает кровавые следы у себя на члене всегда можно с восхищением высказать поощрение ну наконец-то меня лишили девственности а то я уж и надежду потеряла но если вы проснулись на его шелковых белоснижных простынях в особняке а под вами лужи крови то скорее всего вам придется сделать характер но как же еще компенсировать ущерб и наконец самый страшный физиологический момент это когда вагина зажимает член что делать аккуратно переместиться в ванну и полежать в теплой воде пока едет скорая помощь вы расслабитесь эрекция спасет и возможно удастся освободить пенис без хирургического вмешательства теперь о психологических моментах партнер спрашивает сколько у вас было мужчин не колитесь и не врите что он второй можно вполне серьезно сказать что это ваш жизненный опыт и потому он ценен сам по себе женщины тоже часто вызывают неловкие ситуации например когда спрашивают а что ты не можешь второй раз а что твой крантик больше не делается девушки в норме секс случай должен случаться хотя бы один раз за подход все дополнительные опции это бонус радуйтесь когда это случается но не отчаивайтесь когда этого не происходит ведь очень многие одинокие женщины мечтали бы оказаться на вашем месте и даже если вам не понравился член мужчины не надо портить себе карму и убивать самооценку мужчины просто скажите что вам нужно помыться сами тихонько выскользните в дверь и вызовите такси еще одной неловкой психологической ситуации является чужое имя вот назвали партнера или партнершу не ее именем как выкручиваться можно и так ой в школе физрука была влюблена теперь у меня отклонение как только возбуждаюсь сразу его по имени зову но это может и не прокатить поэтому будьте готовы к объяснениям еще одна неловкая ситуация когда минет длится второй час а член до сих пор не стоит и женщина переживает что она ну никак не может реанимировать умершенного динозавра девушки если партнер импотент вы не виноваты нечего в постель ложиться без посещения уролога кстати я вас жду на прием спасем ситуацию у кого чего не стоит второй час ну и самая противная ситуация эта мама позвонила вы взяли трубку она хотела только спросить куда надо мышкой нажать чтобы выйти из программы а за это время партнера все упало и он обиделся в общем беззвучный режим телефон надо ставить во время секса ну и комедии сексуального положения включают следующие примеры например из простенького вставная челюсть осталась на члене это значит что клей надо качественный покупать если у вас есть клей чтобы склеить партнера для секса это не значит что не надо заботиться о зубах уснула или уснул во время секса положение конечно отчаянное но если с юмором выкрутиться может и пронесет но скажите что наконец-то одинокий принц разбудил спящую красавицу и она теперь в награду за такой подвиг согласно любить его вечно еще бывает родители или дети застукали во время секса здесь миг конечно потом надо поговорить объяснить все толком что когда двое взрослых людей в браке любят друг друга и они спят в одной постели а иногда и все такое родители можно ничего не объяснять а вообще-то замочек на дверь повесить не мешало ну и напоследок самая неловкая ситуация если женщина стимулировала оргазм и мало переграла но не натурально так стоял и двигала бедрами а мужчина ее улечил дискредитировал так сказать по признаку сексуальной некомпетентности даже уж и не знаю что предложить ну скажите что репетируете роль дездемоны проживайте фантазию выполняйте упражнения сексолога да последнее лучше всего валите все на меня а те кто хочет не стимулировать а правда что-то почувствовать в сексе жду на прием